Нас утомляет постоянная нищета главного героя. Мы решили с этим бороться. Установили плагин на непрерывную рубку. Нужно что? Я тень за твоей спиной. Непрерывная рубка. Олфрид. Покровитель великого клана сынов битвы. Думаю, это имя тебе известно. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Хочешь поговорить со старой женщиной? Сделать свое доброе дело на сегодня. Часто приходится бывать в облачном районе. Ох, что я такое несу? Конечно же нет. Я работаю с мамой. Фрукты, овощи продаем. Работать, в общем, весело, но иногда трудно. Многие награждают тех, кто проявляет милосердие. Помни об этом. Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое? Да, такой же норд, как и в старом порте. Но я не думаю. Может, и мне стоит отличаться от всех гриф, я не живу. Ты подняла цены, Карлавра? Пришлось? Крестьяне подняли отпускные цены вдвое? Дай угадаю. Они говорят, что все из-за братьев боли? Именно. Дорожные патрули половили, потому что ярлы нужны солдаты. Ну и бандиты совсем обнагрены. Они грабят фермы и отнимают урожай. И запасов становится все меньше и меньше. Может, мне лучше мечи и броню продавать? Может быть. Вот только их не едят. Да. Мне от тебя кое-что нужно. Ладно. Что? Что? Да. Договорились. Что? Что? Нет. Спейс. Нет. Не знаю. Нет. Нет. Нажать. Да. Да. Нет. Нет. Здесь в Скайриме раскол. И ни магия, ни время его не исцелят. Свежие и сочные фрукты и овощи. Я работаю с мамой. Фрукты и овощи продаем. Работать, в общем, весело, но иногда трудно. Батя, вот это боленье. За каждый удар. Но главное, что не нужно, через каждые три удара давать команду на рубку. Понимаем. То есть эти боленья. Горячий душистый хлебушек прямо из печи. Да. Не, я принимаю это большой. А это у нас что такое? Да. В общем, дров. Вот так мы рубим. Свежие и сочные фрукты и овощи. В четыре руки бабло с напарницей. Можно их оставить и пойти кофе брейкить. А мы вообще бы ночевали. Горячий душистый хлебушек. У них много болей. Нам хочется прокачать тяжелую броню. И мы берем уроки. Навыка тяжелая броня. Берем уроки. Пап. Душник, я. Там есть кузнец, тетка. И она дает уроки. Навыка тяжелая броня. На северо-востоке. Кот. Маргарда. Оп. А цены на уроки бешеные. Пять уроков стоит столько, сколько? Долго стоит. Свежие и сочные фрукты и овощи. Хочу медь не встать. Поэтому мы кардинально решили оцепляться. Можно, конечно. Хочется. По 24 часа. Рубить дрова. Горячий. Эх, глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Рубить дрова. А северо-востоке. О, кофте, куда ехать. Я ничего не делал. Рубить дрова. Рубить дрова. Рубить дрова. Рубить дрова. Ушелки создаются, пожалуйста. Иногда у нее теряется терпение. Он оборвается, но она пугает на рубку и возвращается к месту своей торговки. Т.е. там, где мы ее подобрали, вот так вот. Начали. Свежие и сочные фрукты и овощи. Бесплатно. После того, как больно ушло, сверповали запрессоры. Начали. Горячий душистый хлебушек прямо из печи. М-м-м-мя. Внимающий, жуткий утрей. Библине! Библине! Парк! Библине! Я тень за твоей спиной. Чтобы не слышать бардовские песни в таверне, и включаем интерфейс, чтобы увидеть, сколько нам заплатят бешеные деньги. Ее можно оставить здесь, взяв у нее боленье, или там взять боленье, уже войдя. Главное, что у нас теперь хватит денежек на прокачку тяжелой брони. Без необходимости подставлять свои бока под удары. Для этого есть учитель. Но цены немыслимые. Даже непонятно, в связи с чем такая торговизна. Всего-то 11341 болена. Она насобирала. Если ей факел дать, то она освещает наш путь в темноте, в подземельях и в темное время суток. У нас сейчас качается модификация параллельно торрентом. Поэтому притормаживает. Главное, хорошо, что в этом зарабатывании денег, так это то, что мы при этом не качаемся. Не прокачиваем характеристики. Потому что, если качаться, то будет накапливаться опыт. И здесь нельзя постепенно. Поднял уровень, вышел из окна навыков. Взял пять уроков, опять поднял уровень. Опять. Взял пять уроков, опять вошел в окно навыков, опять поднял уровень и так далее. Здесь уж, почему-то, если вошел с дуру в окно навыков, то нужно прокачивать до упора. Левел аппетит. Почему так убого сделано, непонятно. И почему не накапливаются неиспользованные уроки, тоже непонятно. Поднял до десятого уровня героя. У тебя должно быть пятьдесят неиспользованных уроков, которые можешь взять у любого учителя навыков. У меня есть трава на продажу. Честная оплата за честную работу. Хоть со ста-десятью тысячами как-то можно свести концы с концами. Кстати, теперь вот. Нас так здесь любят, что готовы отдать нам все даром. Все, все, все. Вот, все даром. А вот это не даром. Шкура медведя. Вот это почему-то. Вот, что творится. Как у себя дома. Жуть. И вот эта девушка тоже белая надпись. То есть ее тоже можно взять бесплатно и унести с собой. Только она тяжеленькая. Надо ее раздеть сначала, а потом на плечо. И пойти. 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 Подделать запись. Конторская книга. Че так не бывает. Причем тоже не будет считаться преступлением. Раз надпись беленькой. Как собачка. Сколько у нас денежек. 111 тысяч. И пусть кто-нибудь скажет, что это читерство. Какое же это читерство? Если мы, не поклодая рук, рубили трава в течение нескольких часов. То есть они рубили, а я кушал, мылся, дремал и вообще и т.д. Вот. Гуглите. Непрерывная рубка дров. Модификация Skyrim или плагин. И будь вам счастьем. Все. Продолжение следует.